Ну, в общем, всё получилось. Если видео было кому-то полезным, ставьте палец вверх, поддержите, подписывайтесь на мой канал. Всё, всем спасибо, до свидания. Пока. Всем привет. Сегодня я хотел бы вам рассказать про самодельный штатив для телефона, ну, либо для фотоаппарата. Ну, конкретно у меня вот здесь само крепление сделано для телефона. Но, я как говорю, вы можете сделать, какой захотите. Используется жёсткий диск. Работает. Давайте посмотрим, как это всё работает. Так, наверное, это будет недостаточно. Слишком близко. Так. Где-то вот так. Вот, смотрим, какие у нас здесь есть регулировки. Ну, соответственно... Только надо затягивать просто по ту же. А, вот здесь ещё не закручено. Вот так. То есть, вот сюда. Если вам надо поменьше, откручивайте колёсико, двигайте. Вот сюда. Так же, если ослабить вот здесь. Вот так. Давайте будем вот с такого положения смотреть. Если нам этого мало, мы можем поднять выше-ниже. То есть, это дополнительный упор. Так же, за счёт него... Ну, давайте, допустим, допустим, его пониже. Здесь он тоже вращается. Сейчас вы поймёте, для чего он. Вот мы его закрутили. Здесь сделано... Ну, приклеены две шайбы. Там поменьше шайбочка, сверху побольше, чтобы этот стержень точно входил туда. Просто, смотрите, отпускаем. Здесь вращение свободное. Закручиваем. Вот оно стоит, ось в ось. Теперь мы можем вот это ослабить и вращать. И он, за счёт того, что он уперся в этот шток, он является упором. Но если мы хотим поворачивать больше, нам нужно ослабить, приподнять стойку чуть выше. Не обязательно это делать, прям до миллиметра её подводить. Можно закрутить. И уже вращением вот этой можно ослабить. Можно вот так поднимать. Видите, она выше-выше-выше поднимается. Тут закручена. Можно так ослабить. Можно здесь затянуть, здесь ослабить. И будет вот этот стержень, он тоже у меня, видите, и здесь выше-ниже поднимается. Я могу вот этим крутить и поднимать камеру потихоньку выше-выше-выше-выше-выше. То есть, соответственно, надо будет делать вот так. Придерживать здесь. И по чуть-чуть, по чуть-чуть поднимать. Всё у нас устроилось, а там мы её фиксируем. Так же имеется, если ослабить этот барашек, наклон. Вот, хотим вот так снимать вверх. Закручиваем. Вот он направлен кверху. Конечно, вам это будет казаться, что это завалено куда-то. Но тут так стоит, снимает так криво. Здесь есть наклон, но он очень маленький. Хотим мы по-другому. Можно вставить её сюда. Линейку можно сделать было больше. То есть, эти штучки как бы показывать. Да что б видно было. То есть, они катаются. Это же не надо тут показывать. Вот, ну тут всё крутится со всех сторон. Можно вот здесь, кстати, ослабить, повернуть. Вот тут ослабить. Можно вот эту повернуть. Вот так, допустим. Вот эти штучки. Вливают они вот так. Это от пластиковых окон. Я сейчас про детали все буду отдельно рассказывать. Можно поставить её вот сюда. То есть, под размер можно что-то большое вставить. Возьмём, допустим, крышку от жёсткого диска. То есть, вы можете поставить сюда крышку. Ну, соответственно, будет тоже её зафиксировать. Всё зависит от того, какой у вас размер. Сейчас я всё закручу. Всё раскрутил, ничего нигде не закрутил. То есть, захотели, сдвинули. Единственное что? Фиксация. Всё крепление сделано как бы так, через резинку. Потому что, ну, надо делать по конкретную модель. То есть, дорабатывать уже окончательно под то, чем будете пользоваться конкретно вы. То есть, вот, смотрим. Вот у нас вращение. На 360 градусов. Сбоком. Вот так. Закрутили. Как я уже сказал, откручиваем вот это. То есть, здесь вы можете наклоны менять. Вот так. То есть, есть вот такой наклон. То есть, вот так можете крутить. Зафиксировать. Хотите поднять высоту. Вот тут ослабляете. На чуть-чуть вам нужно поднять, допустим. Нужно вам чуть-чуть поднять. У нас есть вот эта крутилочка. Давайте её пониже сперва сделаем, чтобы было понятно, о чём речь. Вот. То есть, мы можем просто так поставить её. Вот для чего вот этот нижний винт и есть. Он как раз нам и служит для того, чтобы, когда мы его крутим, что-то туда подложить-то, чтобы наклон был видно лучше. Давайте деревяшка. Готово. Угол такой, что я вам не могу нормально показать. То есть, вы, когда крутите вот этот винт, он здесь, вот этот ослаблен. То есть, видите, он свободно ходит. То есть, вот этот вы закручиваете, чтобы сам кронштейн стоял на месте. А вот этот ослабляем. То есть, вот эта часть у нас двигается. Её мы можем поднимать либо вот так просто вручную и зафиксировать, либо вы можете вот это колёсико крутить, и он просто будет потихоньку подниматься. Потом выбрали высоту, зафиксировали. Хотите вращать, отпустили, крутите в любую сторону. Хотите наклонить, ослабляете, крутите. Раз. Затянули. Не хотите вращать? Затянули. Высота может быть вот как минимальная. Сейчас покажу, сколько. То есть, высота может быть вот такая совсем маленькая. Так и максимальная. Сейчас посмотрим. И вот так. Ещё и здесь здесь вырубил. Получается такая штука. Если мы хотим... Сейчас вращать нельзя, потому что если я вот здесь отпущу, то она... Смотрите, что будет. Видите, она падает. И вот, чтобы этого не происходило, сделан вот этот кронштейн. Он является упором. Вы его в ось ставите. Зажимаете. Вот теперь зажали здесь. Здесь ослабляете и всё. Вращаете как хотите. Хоть так. Хоть вот так. Смотрим теперь на это всё поближе. Здесь поставлено очень... То есть, максимальное количество просто снятых все промежуточные кольца, скажем, что диски между ними должно быть расстояние. Я всё убрал и поставил диски монолитом. То есть, там видите, вот, не знаю, видно, не видно. То есть, диски стоят сплошняком, там 4 штуки. Закручена гайка. И вот здесь дополнительно поставлен ещё один движочек. Это так, просто для эстетики. Поставлены тут такие тоже жёсткие диски. Типа так, для красоты. Причиндалы всякие. Вот так наша конструкция выглядит. Ну, сейчас это просто максимальная, самая-самая максимальная высота. Сейчас мы это всё отпустим, чтобы визуально в кадр помещалось. Вот так наша конструкция выглядит. Вот сейчас наклон стоит. То есть, если вот это колёсико ослабить, то наклон вот этот можно будет менять. То есть, сейчас он завален сюда. Я сейчас одной рукой, наверное, не смогу. Их, видите, в начало лица. О, кверх ногами даже можно снимать. Так, неудобно. Так, поднимаем. И колёсико нужно закрутить. Не, я так одной рукой не получится. Не, ребята, не выйдет. Не могу одной рукой закручивать. Сейчас, секунду. Готово. Вот такая штукенция. Сделано всё очень просто. Ничего тут хитрого нет. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы это изготовить. Разбираем. Теперь постепенно все детали снимаем и смотрим, что у нас здесь есть. Телефон-то понятно, что. У кого что будет. Может быть, даже с каким-то смартфоном, айпадом и ничего. Ходите. Вот они, самые держатели. Они выглядят вот с такими пазами. Это от рулонной шторы. Сюда одевалась рулонная штора с этой стороны. А вот это крепление прям на фрамугу на окно. На пластиковые окна. Она вот так прям на самом стеклопакет одевается. И дверка вот так открывается. То есть, вот здесь у нас стекло. Вот так они парно стояли. Поехали дальше. Так, то есть, вот эти штучки. Резиночка. Снимаем здесь. Барашки надо будет, опять же, вот такие потом. В зависимости от вашего размера. Линейка. Но я линейку покажу оригинал. От нее кусочек отрезанный, который от большого. Вот была эта 50-ти сантиметровая линейка. Вот такая пластиковая, обычная линейка. Толстенькая. Подбирал по месту под вот эти штуки. То есть, видите, в чем принцип. Так, как она с задней стороны показывает лучше вот так. И они по ней катаются. То есть, ближе, дальше. Вообще не качаются. Прям вот тюк-в-тюк. Я линейку, конечно, чуть-чуть подтачивал. Она была чуть больше. Я ее спиливал и напильником обрабатывал. То есть, вот так катаются. Можно снять. Переставить на другую сторону. Такое плавающее крепление получается. Используется уголочек. Сейчас его покажу. Ну, в моем случае это был вот такой алюминиевый уголок. Единственное, что было просверлено вот здесь два отверстия. Чтобы в линейку без каких-либо гаек сверлить. И чуть меньше из диаметра винтиков, которые вы закручиваете. И они вкручиваются в пластик. Сами нарезают все резьбу. И получается, вот она держится. Она вообще наглохо. Ну и здесь я рассверлил, соответственно, до восьмерочки. Чтобы она у меня садилась на вот это посадочное место. Так, разбираем дальше. Вот эта крутилочка. Верхняя. Я его тоже использую как барашек. Но по сути это... Это ножка нижняя от икеевской мебели. То есть внизу стоит. Как опора, как подпятник. То есть вот здесь мебель. Здесь под низу вот эта ножка. То есть на полу она стоит ей. Бывают такие. Можете взять такой черненький. Абсолютно рулей-то не играет. У них регулировка вот была. Здесь тоже под шестигранник. У икеи, в общем, у стандартной такие штуки есть. Вот эти... Вот это... То есть шпильки тут никакие. Особо ничего не переделывалось. За исключением вот этой. Она просто... Ей был сделан изгиб. Ну и резьбу я здесь отрезал. Но я это делал, конечно, для другого. Ее сгибал. Но в итоге она сюда подошла, как будто как делалась как для этого прям проекта. Я бы и сейчас уже, конечно, не стал резать. Вот здесь была резьба длиннее. Это было бы лучше. Это точно-точно. Прям один в один был вот такой же просто прямой стержень. Вот здесь с резьбой. Только он чуть тоньше. Вот эти все основные... Вот это все уберем. Это мусор такой мелкий. Это мелочи, которые вы сможете найти везде. А вот эти все детали... Вот эти все крутилки, регулировки. Это не что иное. Я думаю, многие, кто занимаются ремонтами, всякие мелкие инструменты имеют, все поймут. Вот эти все детали. Но за исключением, конечно, придется купить вот такую гайку. Вот такую очень длинную. Это специальная такая... Я аж не помню, как она умно называется. В общем, в ней здесь 4 гайки в длине ее. Единственное, что в сложности будет только просверлить сквозное отверстие. Это когда вот этот верхний штатив у нас входит в ней, входит сквозной. И закручивался он здесь, сверху, вот этой штукой. А все остальное, опять же, вот этот элемент, хромовая трубочка с резьбой, она уже... Вот эти все колесики... Ну, здесь колесико просто потеряно родное, поэтому поставлено красненькое другое. Вот эти все специальные хомутики соединительные, все вот эти приблуды. Это все от стандартной вот такой штуки. Сейчас покажу. В наборе у нее все это продается лежит. Вот такое стусло продается. Конкретно вот этот экземпляр, который я сейчас в картинку вам показываю. У меня есть такое целое. И вот это я покупал буквально в интернете за 150 рублей. Она сломанная была. Я ее купил как просто донора, как запчасти. У них часто ломаются вот эти ручки. Вот здесь прям лопаются. Вот здесь и вот тут. Вот в этом внизу. Вместе внизу. У нее вот это... Когда... В общем, материал говно. И они часто вот в этих местах лопаются. И, соответственно, вечно выброс. Многие их выкидывают. Вот я ее купил задаром. Тупо только из-за ножовочного полотна. Оно, соответственно, было целое. И вот они, эти держатели. Вот он, он стоит. И вот он, этот поджим регулировочный стоит. То есть, снятый просто комплект вот этих деталей. Но еще использована просто одна вот эта направляющая, которая, я сказал, потоньше. Которая у меня с изгибом для верха. Она, конечно, от другого комплекта. Но точно такая же вот она, она стоит длинная. Это единственное, что еще где-то нужно взять. Это одну еще такую трубочку. Потому что стандартного вот этого набора с 4 штук мне не хватает. А, ну хотя, кстати, у меня просто, наверное, ее нету. Или это отсюда она и была. Вот сейчас я врать не буду. Но смысл в том, что, хотя здесь 4, да, 4 нарисовано. Раз, два, три, четыре. У меня сколько деталей? Раз, два, три. Да нет, кстати, от набора и хватит от целого. В общем, вот этот комплект фактически. И у вас уже все есть. Ничего ей не надо придумывать. Пилить, там станки какие-то сильные, что-то изобретать. Все это фуфло. Нужен будет просто жесткий диск. Вот я использовал именно вот такой. Точно такой же еще один корпус. Выглядим вот так. Одет был вот в такую ерунду. Там вот что-то даже написано, так скажем, видно. Разобраны все потроха. Двигатель оставлен. Диски вверх снят. Вот у нас на ложе убраны все вот эти прослойки между дисками шайбы. Колечки такие, как колечки. Вы просто накладываете кучу дисков плотничком и опять закручиваете. Вот сюда я поставил. Вот здесь есть. Видно, вот здесь вот резьба. Где она? Вот она. Вот сюда я накрутил двигатель. Еще один. Давайте будем смотреть вот так. Вот сюда накрутил двигатель, который стоит. Вот он. Вот оно крепление. Это просто для веса, опять же. А вот сюда, вот здесь есть резьба. Прикручена вот эта штука. А, сейчас крышечку я не сниму. Покажу на другом. Вот такая ерунда. Но только без этой штуки. Покажу вот так. В ней сделана как раз резьба. Прямо мне вам повезло. Восьмерка. Вот здесь в центре. Это детали были. Вот она, она. На нее накручивается. Эта струна продается, опять же, в Икеа. На ней вот эта штука, она закручивается. Вот она закручена, в нее резьба. И как раз получилось, что из-за того, что здесь три отверстия, я просто вот так ее на вот эту дырочку, то есть показываю диски, потому что они один в один одинаковые. Вот эта дырочка, она с резьбой, уже все готово. Я просто вот так ее положил, одним ушком совместил с резьбой. Видите, дырочка даже светится насквозь. И просто закрутил болтиком прямо в одном месте буквально. Этого достаточно. Если туго-туго затянуть, она вообще никуда не ходит. Вот так закручена. Одета потом вот эта серебристая, она декоративная такая заглушечка. И вот этот стержень, он просто закручен вот в эту резьбу. Все. Ну, вот это причиндали, наверное, так просто для декора. А ей, опять же, немножко для веса. Ну, так какой-то эстетике, необычности придать, чтобы. Получилась основа очень такая, она увесистая, за счет того, что диски очень-очень все плотно лежат. Ну, грубо говоря, чтобы вот эту данную вещь изготовить, нужно иметь, конечно, набор определенных запчастей, но не обязательно использовать именно то, что я вам показываю. Сама главная идея. Вы поняли, что тут регулировок, получается, в данном штативе целая куча во все стороны. Главное вот, где-то бы раздобыть вот эти поджимы от вот этой конкретно ножовочки, от стусла вот такого. Потому что, если вы такое найдете, именно вот эти зажимы от нее, фиксирующие, так скажем, предметы, которые вы пилите, то, то и все фактически вы сможете решить свою проблему, сделав на основе моего штатива что-то подобное своему. Не обязательно использовать жесткие диски, можно было вот такой пятак, то есть, так же вкрутить в стержень, и вот этот пятак, из-за того, что у нее три дырки, вы можете вообще к любой деревяшке просто его прикрутить, взять, я не знаю, там кусок какой-нибудь ерунды, вот так просто прикрутить, и использовать его как основу просто деревяшку. И будет все работать точно так же. То есть, соответственно, кронштейн удобен тем, что его можно будет куда-то в другое место перевешивать. К чему угодно его прикрутили, и все готово. Ну, я вроде бы рассказал про все детали, которые здесь использовал. Ничего не утаил. Из этого всего врать не буду, что я покупал. Это линейку 20 рублей. Чего у меня еще не было. Ну, жесткие диски. Ну, и то я их покупал конкретно не для этого случая, я их покупал для магнитов. Я с них когда выковыривал неодимовые магниты, они у меня просто корпуса, я не стал выбрасывать, оставил, поэтому все эти потроха по сути как бы... Ну, да, покупались, но не для этого случая. Но будем считать, что они покупались. За них я отдавал за диск по 30 рублей. В данном случае ушло как два диска материалов. Вот, грубо говоря, это 60 рублей. И вот линейка. В 100 рублей мне обошлось все это дело. А все остальное, в принципе, у меня было в наличии. больше я, конкретно я, ничего здесь не покупал. Все остальное я подобирал, подыскивал, ломал себе голову, как это сделать. Ну, в общем, все получилось. Если видео было кому-то полезным, ставьте палец вверх, поддержите, подписывайтесь на мой канал. Все, всем спасибо, до свидания. Пока.